Всем привет! С вами самая познавательная и интересная передача о мире информационных технологий. Я обозреватель Йорнар Тайжан. Мы начинаем! Компания Apple заявляет, что 11-я версия их смартфона обладает самым прочным стеклом. Однако, как показывает практика, понимание прочности у всех разное. В техподдержку производителя поступает масса обращений, связанных с быстрым появлением царапин на свежекупленных iPhone. По информации портала Pocketnow, обращений в техподдержку действительно много. Трудно сказать наверняка, что дело в браке, неправильном использовании, либо в настоящем просчете инженеров Apple. Большинство пользователей в своих жалобах указывают, что относились к гаджету бережно и никогда не клали его рядом с металлическими предметами. Ветка обсуждения на официальном форуме достигла уже 13 страниц и только пополняется. Nikon представила свою новинку в мире беззеркальных камер. Модель Z50 начального уровня сенсором APS-C использует тот же Bionet Z, что и полнокадровые беззеркальные камеры Z6 и Z7. Рассчитана она скорее на поколение Instagram и для людей, которые хотят настоящую камеру для видео. Nikon говорит, что Z50 поступит в продажу в ноябре. Камера способна осуществлять непрерывную съемку со скоростью 11 кадров в секунду. В камеру встроена выдвижная вспышка, имеется автофокус с обнаружением глаз, причем можно переключаться между разными лицами, если в кадре несколько человек. Поддерживается запись видео 4К, которую можно передавать по беспроводной сети с камеры на телефон, впервые среди фотоаппаратов Nikon. Новая модель будет стоить 859 долларов. Компания Volvo установит на своем первом электрокаре XC40 специальную операционную систему Android Automotive OC. В рамках операционной системы в электрокаре могут появиться голосовой помощник Google Assistant, навигатор Google Maps и другие сервисы от Google. Умный помощник позволит управлять режимами, в том числе температурой или громкостью музыки через голосовые команды. Кроме того, Android Automotive OS позволит скачивать для автомобилей специальные приложения и даже подключать смартфоны iPhone и пользоваться Apple CarPlay. Ну а это у меня пока все, увидимся уже завтра, пока! Субтитры сделал DimaTorzok